Добрый день! На календаре 1 июня и мы опять встречаемся в частном саду нашей выпускницы Ирины Леонтьевой на ландшафтной вечеринке, которая посвящена окончанию этого учебного года. В нашей встрече примут участие наши выпускники 1 и 2 года, преподаватели, гости из журналов, коллеги и друзья из питомников и садовых центров. Наша особая благодарность хозяйке этого сада Ирине Леонтьевой и клубу садовников и выпускников «Цветущей планеты», который помог нам в организации этого праздника. Сегодня всех нас ждет много нового и необычного. В начале нашей встречи мы попросили наших выпускников второй ступени приготовить и показать своим молодым коллегам 1 года короткие презентации своих творческих работ и дипломных проектов, основная защита которых состоялась в аудитории в конце апреля. Но сегодня мы решили поэкспериментировать и представить часть из этих проектов здесь в саду, чтобы коллеги из групп первого года смогли их увидеть. Итак, часть этих работ – это индивидуальные авторские проекты, а вторая часть является итогом работы в подгруппах на практических творческих семинарах по ландшафтному проектированию сада, которые проходили в формате воркшоп. Хочу обратить ваше внимание, что в основе всех этих проектов лежат реальные участки и сады наших слушателей. Это была очень интересная работа, которая в хорошем смысле зацепила каждого и была очень яркой и творческой. А свои дипломы дизайнер сада наши молодые коллеги получат здесь в саду из рук своих преподавателей. Сад – это отличное место для проведения вернисажей, художественных выставок, презентаций и концертов. И сегодня мы организовали в саду выставку произведений очень талантливого скульптора Александра Бугакова. Его работы украшают многие частные коллекции и сады в нашей стране и за рубежом. Сегодня мы собрали часть этих работ здесь в саду, чтобы познакомить с его творчеством наших выпускников и гостей. И сегодня нас ждет еще одно очень важное событие. Мы впервые публично представили всем гостям и участникам нашего вечера скульптуру садовника. Эту скульптуру Александр посвятил 20-летию цветущей планеты, и мы назвали ее «Его Величество Садовник». В нашем понимании это собирательный образ и садовника, и дизайнера, и цветовода, и всех тех людей, кто любит растения и работает с ними, делая жизнь вокруг нас удобнее и краше. Стоит сказать, что на протяжении всей своей истории цветущая планета активно популяризирует профессию садовника и старается сделать ее современной и престижной. И нам это удается. Мы видим, как в последние годы среди молодых людей растет интерес к этой профессии, и к нам все чаще приходят те из них, кто хочет попробовать свои силы в этой новой для себя области. Ну а теперь давайте перейдем к самой приятной части нашего вечера. Сейчас мы поздравим выпускников курса «Садовник-дизайнер» и вручим им сертификаты, большие групповые фотографии, а также растения и сувениры от наших партнеров. По традиции, каждый из выпускников цветущей планеты оставит свой автограф на специальном памятном блюде. А еще наши друзья из журналов «Сад своими руками», «Цветники», «Ландшафтный дизайнер», «Садовник» подарят подписку на свои издания тем из наших слушателей, кто сделал лучшие ландшафтные проекты и выполнил домашние задания по проектированию и дизайну цветников. Кроме этого, наши коллеги из питомников «Агро» и «Корни» вручат каждому выпускнику цветочей планеты свои многолетние растения. И в качестве уже традиционного сувенира мы подарим каждому большую групповую фотографию и садовую лопатку с автографами наших преподавателей. Дальше каждый из выпускников сам решит ее судьбу. Конечно, ее вполне можно хранить в качестве сувенира на память об учебе в «Цветущей планете», а можно работать ей в саду. И как нам кажется, это будет лучшее продолжение и предназначение для хорошего садового инструмента. У нас в «Цветущей планете» всегда учатся очень дружные группы. И сегодня мы хотим спросить наших выпускников о том, как прошел этот учебный год, что изменилось в их жизни, что запомнилось больше всего и какие у них есть пожелания в наш адрес. Со своей стороны, мы хотим выразить каждому слушателю благодарность за доверие к нашим программам, за труд и веру в свои силы. Мы знаем, что для большинства из них учеба стала реальным шагом к их мечте иметь у себя красивый сад. А для части выпускников это хороший опыт и очередная ступень профессионального роста. У нас впереди лето, и мы будем работать на своих участках. И работать, и радостно это делать, потому что мы это теперь умеем делать. Я счастлива, что я училась здесь, что обрела новых друзей. И я всех-всех приглашаю, кто вот хоть чуть-чуть любит свой сад, любит землю, работать на ней. Всех приглашаю в «Цветущую планету». Ни одного грамма не пожалеете, что вы придете сюда учиться. И, наверное, приятие сада, я бы так сказала. Что у меня были задумки что-то сделать, но что, как вот, у меня в голове не укладывалось. Теперь, ну, уже все по полочкам лежит. И уже знаешь, чего нужно начать и чем закончить. Но я пойду и на второй год учиться, чтобы это еще больше углубиться туда, еще лучше сделать, чем я, допустим, сейчас могу. Закончился учебный год. Казалось бы, радостный день, а, в общем-то, грустно. Грустно от того, что вот закончился, а хочется продолжения. Когда я пришла, в общем-то, в эту организацию, у меня не было больших иллюзий, казалось бы, что я что-то здесь узнаю. Собиралась долго, читала много, делала и работала и над своим участком, и над своими растениями в течение последних десяти лет. А придя сюда, думаю, я узнаю, каким образом что-то можно обновить. А окунулась совершенно в другую атмосферу, совершенно в другую область познания, знания. И я технарь. А оказалась в среде творческих, совершенно непредсказуемых людей, с колоссальными знаниями и желающими этими знаниями поделиться. Поэтому для меня это был год-праздник. И я жду, в общем-то, продолжения этого праздника. Если удастся пойти на следующий год обучения, я это обязательно сделаю. Потому что идей и каких-то новых взглядов хочется почерпнуть все больше и больше. И с каждым днем это становилось ощущением более сильным. И я желаю всем, кто хотя бы хоть раз прикоснется с природой, вот так близко, и при помощи тех замечательных людей, которые здесь преподают и вкладывают в эту душу, я смогу этих людей только поздравить. Приходите, получите удовольствие. Я хочу добавить, что для тех, у кого есть какие-то мысли, но они не систематизированы, то есть для меня, с немного тоже таким аналитическим складом ума, вот этот курс обучения дал возможность именно систематизировать, что-то для себя понять, разложить по полочкам. И я хочу сказать, что вот я теперь умные книжки, картинки красивые и так далее, я читаю совсем другими глазами. Я вижу, читаю другие слова, вижу другие мысли, все понимаю уже совсем по-другому. И, конечно, я смотрю на композиции уже совсем другими глазами. Я понимаю, что сделано правильно, что неправильно. И, конечно, понимаю для себя, к чему я должна дальше идти, к чему стремиться. Спасибо «Цветущей планете». Вообще, очень рада тому, что я сюда попала, потому что здесь неимоверно очень комфортная и такая правильная атмосфера. Несмотря на то, что женский коллектив, все настолько доброжелательно и интересно, и девочки так много знают, то мы все общаемся между собой, преподаватели просто в помощь огромнейшую дают интересные лекции. Хочу отметить Александр Петров, просто кладезь информации, что это просто замечательный лектор, который дал всю возможную нужную информацию по защите растений. Потом Маргарита, Наташа Самсонова. Просто замечательно, как строить проекты, как осуществлять свои идеи. Вообще, приглашаю всех учиться на второй год. Мне кажется, что нам надо создавать такую команду, такой костяк, чтобы мы таким сильным составом вышли в мир ландшафтного дизайна и чтобы мы просто поражали всех своим воображением, своими идеями. В общем, только одни положительные эмоции. Приглашаю всех присоединяться к нашей компании и учиться дальше. Что понравилось? Это практика. Такое количество красивых российских садов увидеть для меня было откровением. Я достаточно избалована английскими, французскими и всякими азиатскими садами, но то, что я увидела в подмосковных садах, немного не хуже, а намного даже лучше и интереснее. И как практика это нам очень помогло, потому что это все было выращено в наших условиях, все акклиматизировано, все сделано с душой, с нашей российской широкой. Вот практика это одно из самых важных вообще составляющих учебы в цветущей планете. Без практики это бы, наверное, не имело смысла, потому что один урок практики стоит однозначно двух или трех теорий. Если так говорить образно, скажем так, перевернулись мозги. Имея профессиональное образование, я стала смотреть на окружающий мир и природу немножко по-другому. Где-то пополнила свои знания, где-то их систематизировала, познакомилась с огромным количеством людей новых, интересных, каждый как бы со своим взглядом на мир. Ну а о преподавателях вообще стоит говорить отдельно. Все замечательные профессиональные люди, которые с душой относятся к своим слушателям и отвечают буквально на все вопросы. Ну, наверное, так. Что бы вы пожелали тем, кто придет с душой планеты следующим ходом? Мы бы пожелали, лично я пожелала бы не бояться ничего. Даже если вы считаете, что вы все знаете, вы глубоко ошибаетесь. Это я говорю на своем личном примере. Вот, дерзать, раскрепощаться, как-то фантазировать, ставить какие-то другие цели. Ну, самое главное, здесь интересно. Лично я так думаю. Что поменялось в моей жизни с приходом в цветущую планету? Ну, наверное, все. Моему саду много лет. Всегда интуитивно я чувствовала, что чего-то не хватает, и что-то в нем не так. Теперь я точно знаю, что не так, что мне стоит переделать. Я знаю, как мне это сделать с технической точки зрения. Я знаю, как это будет выглядеть весной, летом, осенью и даже зимой. И приятно ощущать себя среди людей, которые смотрят с тобой в одну сторону, которые понимают, чего хотят уже теперь, по прошествии этого года. Приятно было учиться у людей, профессионалов, которые знают свое дело на отлично. И мне бы хотелось, чтобы побольше было людей, которые понимают, в каком направлении двигаться. Переделывайте свои сады, делайте их краше. И вот на тех людей, которые в этом году закончили этот курс, стало больше, которые сделают эту планету краше. Пришла учиться в цветущую планету, чтобы сделать свой сад. Ну, в принципе, я хотела его сделать, но у меня просто не хватало ни опыта, ни знаний. Что-то сажало, все разрозненное, знания все разрозненные. А здесь, конечно, самое главное, что я получила. Это базу. База, на которую можно теперь как бусинки на ниточку нанизывать. Вот, все, что я могу теперь знать, знаю, где что прочитать. Знаю, в какой области мне, ну, в какой книге мне найти те или иные знания. Про растения, про камни, про, там, не знаю, про пруды, ну, про водоемы. Самое главное, вот, базу я, конечно, получила. Ну, и коллектив необыкновенный, преподаватели чудесные. Ну, от участия в цветущей планете, я, во-первых, выучилась водить машину. Сейчас, на данный момент, сажусь за руль. Это мне дало большой такой толчок к тому, чтобы работать садовником-дизайнером. Вот, потом то, что я сейчас начала делать свой цветник, свой сад. Вот, и, ну, это вообще, конечно, такие впечатления, то есть, много за этот год у меня произошло новых таких сподвижений, вот, машина, там, сады. И то, что, конечно, цветущая планета нам дает такие возможности ездить по садам, это, конечно, уникально. Поэтому всем нужно идти, девочки, все идите учить в цветущую планету. Здесь замечательные преподаватели, классные учителя, ну, все прекрасно, все учитесь. Я пришла в цветущую планету, потому что мы приобрели участок пять лет назад. Все это время он стоял пустой, наконец-то мы практически достроили дом. И пришло время заняться, как бы, облагораживанием территории. Всяких сейчас, как бы, предложений много по ландшафтному дизайну, но, как бы, с чего начать, как продолжить и чем закончить, хотелось понять более, как бы, глубоко и досконально. Поэтому выбор пала на цветущую планету и, как бы, пойти учиться самой. Вот. Цветущая планета нам дала очень большой объем знаний. Мы стали разбираться во многом, в том числе даже, какое растение как называется, потому что до этого опыт был нулевой. Ну и практика. Интересные занятия, интересные поездки. Все это, то, что нас обучали в аудиториях, применить на практике. Поэтому спасибо большое нашим преподавателям. И я хочу сказать спасибо большое, ну, естественно, не только преподавателям, потому что это основа, это то, зачем сюда там все пришли. Но я также хочу сказать спасибо девочкам, которые задавали определенную планку. Спасибо им за это. И зачем я пришла в цветущую планету? За тем, чтобы посмотреть, как научиться, учиться, окунуться в эту какую-то жизнь ландшафтного дизайна. И я считаю, что это удалось. И все лучшее только впереди. И хотелось бы, да, сказать спасибо большое всем преподавателям за наши практические и аудиторные занятия. Что изменилось в моей жизни? В моей жизни изменилось окружение. То есть добавились люди, которые думают так же, как я, видят так же, как я, делают, ну, по крайней мере, стараются. Кто-то делает уже в прекрасном саду сделанном, кто-то хочет сделать. Вот такие вот красивые вещи, которые просто, я имею в виду сады, конечно. То есть окружение, это очень же важно в нашей жизни, да, что когда рядом есть единомышленники, которые думают вот теми же категориями. Это, мне кажется, очень-очень много меняет в жизни. Это осчастливливает. Можно сказать, что я счастлива, попав в цветущую планету. Спасибо огромное. Когда я слышу словосочетание «цветущая планета», то, конечно, вспоминаю о этих двух годах обучения. И о том, какие люди приложили усилия для того, чтобы сделать из нас специалистов своего дела, которые, по сути, делали бы планету цветущей, они делали бы планету красивее. Все мы нацелены на то, чтобы человек созерцал красоту. И именно от этого будет рождаться внутреннее удовлетворение и желание в ответ дарить то же самое красивое. Я пришла, у меня уже был сад, и саду сейчас 17 лет. Поменялось только мое отношение к труду. К этому труду я себя чувствую садовником и совершенно не боюсь этого сказать окружающим. Я люблю ухаживать за своим садом. Я люблю приобретать новые разновидности растений, которых у меня нет. Я люблю быть коллекционером. Я люблю показывать своим друзьям, что из этих растений можно сделать красивую композицию. Здесь, в этом уголочке, можно уютно отдыхать и получать отдачу, большую отдачу, как душевную, так и в восполнении своих сил. Ну, а цветущей планете мы желаем большого процветания. Наш курс был вообще очень удивительный. И, готовясь именно к выпускному, просто проявили себя мои студенты настолько ярко, что я не ожидала. И целых два года я от них ждала этого. И тут такой всплеск фантазии и креатива, что просто я испытала неимоверное удовольствие. Когда я пришла в цветущую планету, я оценивала свой уровень даже очень, я думаю, хорошо на 3 с плюсом. И вот в процессе обучения мастера-педагоги добились того, что я получила диплом, сертификат садовника-дизайнера. Я уверена, что любой человек, поступивший обучаться в цветущую планету, приобретет огромные навыки и станет мастером своего дела, потому что здесь работают прекрасные педагоги. Спасибо. Этот год получился годом осмысления и переосмысления для меня. Я шла уже, имея какой-то садоводческий опыт, но не имея много желания, но не имея каких-то конкретных целей, не имея понимания того, как и куда двигаться. Сейчас, после этого года, как я уже сказала, осмысление и переосмысление, это понимание пришло, пришло понимание самого процесса, понимание того, как это сделано, потому что до этого просто смотрела на красивые картинки, это было, что я говорю, вау! А сейчас, сейчас уже как-то смотришь более предметно и понимаешь, как это сделано, как мастер, как дизайнер сделал ту или иную композицию, почему он использовал именно эти растения, почему, каким образом можно из одних и тех же компонентов создать совершенно разные сады. Я хочу поблагодарить цветущую планету за эти полученные знания. Это был прекрасный год, что будет дальше, я не знаю, но я надеюсь, что буду развиваться в этой области дальше. Спасибо. Обучение в цветущей планете – это было очень веселое, задорное и очень полезное время. У меня до этого был уже и образование, и небольшой опыт в ландшафтном дизайне, но цветущая планета – это была совершенно другая планета, другой подход. И много я получила знаний по уходу за садом, которые были… Я поняла, что это абсолютно необходимо осознавать, что такое уход за садом, как все это растет и развивается, как помогать. И, конечно, это коллектив. То есть группа, в которую я попала, я считаю, это самая лучшая группа, это наша секта, с которой мы общаемся, вот уже закончив несколько лет, мы общаемся каждый день в переписке, личные встречи раз в месяц, поездки кому-то в сад с помощью, с фуршетом. В общем, очень-очень теплые отношения. И с помощью и советами, и знаниями очень-очень душевные люди. Хотелось бы выразить свою благодарность замечательной организации учебно-практическому центру «Цветущая планета» за то, что он дал мне возможность познакомиться с интересными, замечательными людьми, садоводами, практиками, дизайнерами, которые помогли и помогают мне воплощать в жизнь свои задумки, и которые, может быть, у меня были в проекте, а теперь они как бы постепенно обретают свои очертания. Изменилось, во-первых, изменился мой сад, может быть, еще не так, как я бы хотела, но уже какие-то подвижки есть. И изменилось мое внутреннее восприятие. Мы от всей души желаем каждому из наших выпускников успехов и удачи, а «Цветущая планета» всегда будет рядом. Мы будем помогать, поддерживать и радоваться их успехам. Нам хочется поблагодарить всех участников и гостей этой встречи, и в первую очередь самую гостеприимную в мире хозяйку этого сада, Ирину Леонтьеву, и подарить ей вот эту красавицу ель. А наша новая встреча с коллегами состоится уже через неделю. Мы приглашаем всех желающих на практический семинар в частный сад Ирины Смолиной. В нем мы будем работать с цветниками и со взрослыми декоративными группами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!